Непопулярное мнение выпуск номер один в этой рубрике пользователи делятся своими спорными и непопулярными мнениями вам не обязательно любить свою работу нужно просто уметь ее выносить чтобы у вас была возможность вложить полученные деньги в то что вы любите не ищите удовлетворения в своей карьере найдите удовлетворение в своих хобби приключениях и людях которым вы помогаете потому что у вас есть финансовая свобода если вы любите свою работу это замечательно но для многих людей это что-то на уровне фантастики для большинства людей на работа это как минимум половина их жизни все-таки лучше сделать так чтобы она приносила вам удовольствие или хотя бы была терпимой карьера перестала меня мотивировать когда я поняла что мне не нравится делать что-то из того что я люблю ради прибыли поскольку это превращается в занятия своим хобби на условиях других людей мне нравится то что у меня есть работа с помощью которой я оплачиваю счета и при этом я не парюсь по поводу того красным или зеленым цветом делать мне штрихи на картинке которую я рисую запах кофе в сто раз лучше чем его вкус если только вы не любите пить горькую темную жижу если не любите то добавляете в него молоко или сливки которые делают кофе лишь слегка горьким но все равно невкусным кто-то добавляет в кофе сахар но тогда он становится слишком сладким чтобы вы ощутили его настоящий вкус так что я его вообще не понимаю иногда я выпиваю чашечку в компании или у мамы но могу честно сказать что выпив кофе я ни разу не говорил о вот это реально хорош некоторые говорят что если купить очень дорогой кофе то вы почувствуете гигантскую разницу однако я не вижу смысла в таких тратах и не знаю никого кто хотел бы вписаться и заказать что-то дорогое чтобы попробовать чуваки это просто невкусный напиток опять же пахнет он офигенно но почему любители кофе не могут просто признаться что пьют его ради того чтобы смачно посрать и почувствовать энергетический заряд от кофеина запах мыла и шампуня тоже гораздо лучше чем их вкус как-то раз основатель blue battle кофе ведущего специализированного кофейного магазина сказал что его главная цель произвести кофе который был бы также хорош на вкус как и на запах их кофе чертовски близок к этому ужинаю в ресторане я всегда в первую очередь ем десерт когда я бываю в ресторане официантам все время кажется странным то что я заказываю десерт перед закуской и основным блюдом они спрашивают о это все что вы будете а я отвечаю нет просто пожалуйста принесите мне сначала чизкейк мне приходится убеждать официанта что я просто чувак который предпочитает в первую очередь съедать десерт мне кажется что основное блюдо гораздо вкуснее когда у тебя повышен уровень дофамина новости должны представлять собой сухое изложение фактов в противном случае это мнение которое призвано взбудоражить ваши эмоции затуманить суждение сейчас так тяжело найти новостное здание которое просто представит информацию без своих накруток не пытаясь склонить вас в ту или иную сторону я просто хочу знать что произошло чтобы решить нравится мне это или нет почему так трудно найти такую информацию хватит не указывать что мне думать прикол в том что даже при сухом изложении фактов некоторые новостные издания выбирают рассказать вам только об определенных истинах технически это может выглядеть не как ложь но опущение некоторых фактов все равно является ложью даже если бы в школе вас учили жизненным навыком по типу того как правильно платить налоги мало кто из вас уделял бы таким уроком должное внимание давайте прямо большинство из вас на геометрию то забивают а сколько из вас честно смогут заявить что будут внимательны на уроках где будут объяснять как платить налоги или учить готовки или шитью кто из вас будет с интересом слушать то как поменять масло или как быстро починить что-то в доме немногие а следовательно занятия будут бессмысленными кроме того сколько из вас реально взяли бы себе эти предметы если бы они проводились типа многие мои одноклассники захотели вместо стандартных испанского и французского языков входить на японский немецкий но из тех 50 учеников которые изначально подали заявку о проведении занятий записались в итоге только трое скажу как медработник что аплодировать врачам это кринж мы буквально делаем нашу работу перестаньте нас прославлять как я уже написал в заголовке меня тошнит от этой показушной добродетели в социальных сетях и общественных местах где нам все хлопают и хвалят нас поступая в медицинский колледж вы принимаете условия и это просто наша работа конечно она не из легких но все же многие мои коллеги подобным образом тешит свое самолюбие и наслаждаются вниманием я нет аплодирую тебя за то что ты решил высказать правду я еще знаю многих военных которые не любят когда к ним подходят гражданские благодарят за службу думаю они чувствуют себя примерно также мой муж считает нормальным промывать пиццу под водой чтобы ее остудить это не мое мнение мнение моего мужа в колледже мы с ним готовили пиццу в духовке и он пропускал свои куски через фонтанчик с водой чтобы они быстрее остыли он говорит что на вкус это никак не влияло и пицца была по-прежнему вкусной изменено многие обвиняют меня в том что я вру мой брат который живет с нами снял видео для снэпчата во время сегодняшнего ужина можете сами посмотреть на промытую водой пиццу сваливай поскорее из дома твой муж серийный убийца не размножайтесь его рот должен закончится я так понимаю сейчас не лучшее время говорить что я на 34 неделе беременности цифровые копии игр должны быть намного дешевле физических продавая товар в цифровом виде компании избегают следующих затрат поиск материалов производства доставка место на полке заработная оплата сотрудников и при этом игра стоит столько же сколько и цифровая копия любой кто покупает цифровую версию жесточайший заскамлен еще один минус цифровых копий так это то что в большинстве случаев вам приходится платить полную цену и нет вторичного рынка купив цифровую игру вы не можете обменять ее на другую как это можно сделать с физическими копиями вы даже не можете купить поддержанную цифровую копию игры как же меня достало слушать о соединенных штатах америки мне абсолютно плевать на эту страну каждый раз когда открываю телефон листаю новости смотрю телевизор или захожу в интернет все что я вижу это новости о соединенных штатах америки мне нет ни малейшего дела до этой страны поэтому меня это так жестко бесит меня не волнует кто рулит сша также как не волнует кто рулит в зимбабве или дании я живу в сша и я сам от этого устал проблема в средствах массовой информации большинство из нас живут обычной жизнью занимаясь тем же самым дерьмом что и люди во всех остальных странах но когда включаешь телевизор видишь только хаотичное дерьмо которого я никогда не видел в реальной жизни я живу в канаде и мы вместо того чтобы сосредоточиться на собственных политических проблемах продолжаем хавать то что происходит в политике штатов меня это так бесит у нас своего дерьма навалом мы должны сосредоточиться на нем но многие наши люди настолько офигевает творящегося там безумия что игнорирует наши собственные проблемы говорить парню просто будь уверенным себе в качестве совета для знакомства с девушками все равно что говорить человеку в депрессии просто не грусти а вы не думайте что если бы я мог просто быть уверенным в себе то я бы уже таким был я терпеть не могу нервничать в окружении новых людей но я не могу просто взять и не нервничать я уже и так понимаю насколько важна уверенность но я не могу объяснить почему у меня ее нет я просто не знаю этого человек в депрессии может хотеть не грустить но он просто не в состоянии заставить себя быть счастливым это просто так не работает то же самое чувствую и я я знаю что я не один такой я никогда не пойму как это работает типа что если на свидании ваша показная уверенность себе сработает и вы начнете встречаться с девушкой что потом вам придется всю жизнь притворяться уверенным себе нелогичнее ли просто быть собой а если этого недостаточно то тупо свалить и уже на самом старте общения начинаешь лгать какое прекрасное начало отношений если любому человеку с лишним весом дать таблетку которая волшебным образом приведет его к идеальному весу он ее примет позиция я люблю свое тело таким какое оно есть это всего лишь хлипкое позерство говорю это как человек с 30 килограммами лишнего веса мне не нравится как я выгляжу и как я себя чувствую и я не выставляю фотки с собой на всеобщее обозрение со словами ах как же я люблю свои формы любовь к себе не означает что тебе не хочется что-то улучшить да но ты все равно можешь любить то что не идеально если бы я мог принять волшебную таблетку для увеличения пениса на три сантиметра я бы это сделал но я все равно доволен тем что есть мы должны позволить некоторым породам собак вымереть я говорю о тех выведенных породах которые рано умирают из-за различных деформаций и болезней при этом всю жизнь страдают проблем с дыханием передвижением от слишком большого для их черепа мозга и так далее например мопсы кинг-чарлз-спаниели бульдоги немецкие доги и другие некоторые можно спасти путем скрещивания и полного изменения стандарта породы но нам пора перестать их плодить собаки не должны рождаться только для того чтобы страдать и умирать ради нашего развлечения компаниям должно быть согласно запрещено указывать что для стартовой должности требуется опыт работы от трех до пяти лет само определение стартовой должности это отсутствие опыта выпускникам школ и университетов и так очень трудно найти работу в условиях современной экономики большинство из них вынуждены выполнять работу которая не имеет ничего общего с их профессией потому что компаниям лень обучать их и они слишком мелочны чтобы оплачивать их обучение они хотят чтобы люди обучились работе в другой компании кроме того если вы требуете 35 лет опыта то зарплата на таких должностях должна быть не минимальная значительно выше в итоге компании просто хотят получить больше выгода отдав по минимуму если ваша квалификация соответствует требуемой должности то ваша кандидатура должна быть рассмотрена требуется кассир должен иметь опыт работы кассиром от 30 лет опыт службы в армии от 10 лет опыт в программировании от пяти лет я скорее разрешу 13-летнему подростку играть в doom или resident evil чем он будет пользоваться соцсетями активно общаться с незнакомцами надеюсь это не прозвучит как я не понимаю этих ваших новых социальных сетей поэтому я их ненавижу и думаю что они засрут моему ребенку мозг я не буду возражать если мой ребенок захочет поиграть в однопользовательские игры даже если в них присутствует какая-то жесть страшилки постельные сцены я дам ему поиграть в эти игры потому что доверяю своей способности направлять его указывать на некоторые спорные вещи и объяснять любые потенциально проблемные места но соцсетями все совершенно иначе если в инсте фейсбуке снэпчате ты все еще можешь общаться только со своими друзьями то многие другие соцсети открыты для незнакомой публики и в них может участвовать любой желающий я говорю про такие приложения как дискорд твиттер и практически все разделы комментариев под видео в интернете и голосовые лобби в онлайн играх знаю что за ними скрываются не программные коды и пиксели а реальные человеческие существа мне становится не по себе я не хочу сказать что мы должны запретить социальные сети но все приложения которые просто открыты для публики должны быть помечены знаком 17 плюс большое спасибо за просмотр в комментариях под видео пишите свои непопулярные мнения и не забудьте посмотреть наши другие видосы обнял пока